Здравствуйте! Добро пожаловать на канал ЮТОРО! С вами Таролок Юлия. У нас сегодня с вами расклад о его действиях. Дорогие мои, начнем с вами с сигнификации, как всегда. Что между вами происходит? Расслабились, мужчину загадали, подумали о нем. На сегодня у вас что происходит? Это момент выбора какого-то. То есть, все-таки сейчас нет какой-то определенности, стабильности. Оба как-то мечтаете, думаете о лучшем, что все еще сложится. Даже если вы мне сейчас напишите в комментариях, да он мне уже не нужен совсем, то интересно тогда, зачем вы пришли на видео с действиями. Да, вопрос как бы напрашивается, если он вам в принципе-то и не нужен. Да, если смотрите на действия, значит вы их хотите автоматически. Да, то здесь, конечно, вы оба в какой-то такой непонятке. Оба в каких-то мечтаниях, летаниях. Ни тот, ни другой сейчас не действуют. По рыцарю мечей мужчина подостыл, да, как-то и вот отнесся к вам, может быть неприятно, он какой-то обозленный. Его не устраивает ваше поведение, ваша конкретно позиция в данной ситуации. Я могу сказать это вам точно. Дальше, что нужно сказать? Пятерочка, кубка. Все очень тяжело, сейчас вообще какой-то сложный, сложный, такой трясинный период в ваших отношениях. Я должна вам сказать, что это видео я снимала сразу после предыдущего видео. Да, вчера, но у меня не записалось видео половина, да, у меня закончилась память, и половина видео просто предыдущего расклада не записалась, да, о действиях, которые я делала. Поэтому этот расклад я делаю повторно. Чтобы вы понимали, так просто ничего не происходит. То у меня свеча вначале потухла, то у меня, да, память кончилась на телефоне. Я вам хочу сказать, что очень тяжело вам обеим. Это видно, чувствуется и это считывается, да, на картах и вообще. Впрочем, да. Хорошо, его действия, пожалуйста, вам. Стоит ли ожидать чего-то, каких-то действий? Будут ли они идти действия с его стороны? У мужчины больше мечтания, переживания, трудный период. Он не знает, что дальше ему делать, потому что дальше надо делать конкретные поступки. Надо дальше уже включаться, да, включать мозги, действия, включать финансовую сторону. Как-то вас уже начинать обеспечивать, брать за вас ответственность, да, либо возвращаться, брать за вас ответственность. Либо наломал дров и надо возвращаться, и это достаточно так неплохо. Хочу вам также сказать, что человек, конечно, мечтает о вас. И здесь он понимает, что между вами конкретная стена, и вы как мечта, просто какой-то вот момент того, что есть невозможность уже быть вместе, что вы не примете, что вы пошлете, да, вот это боязнь. Если знаете, что мужчина может выпивать, вот это то, чем он сейчас занят, как раз в данный момент, да, человечек сейчас занимается вот такими вопросами. Он абсолютно в растерянности, абсолютно не знает, как себя вести, абсолютно, да, здесь восьмерочка Пентакли у меня падает. Хотя чувства у него есть, мечтания, здесь есть ностальгия по прошлому, это точно. Хорошо, так, а действия, хорошо мысли, а действия будут к этой женщине? Вот в ближайшие полгода максимум мы смотрим, будут ли к женщине это действия у тебя. Здесь пока вот обдумывание, я честно вам скажу, я пока действий не вижу. Четверочка мечей, это стагнация, мужчина так и будет сидеть там в иерофанте, продумывать как шахматную партию все свои ходы, как ему появиться. Если вы там замуж уже не выйдете, да, за другого не встретите кого-нибудь еще, то вот тогда так и будет. Но здесь очень интересно, что вы все-таки действительно по пятерочке Пентакли оба страдаете и хотите этого, да, вот этого воссоединения, хотите прояснения ситуации. Очень у маленького, да, количества из вас мужчина появится, но если появится, он очень с мелкими предложениями будет заходить. Я не вижу здесь какого-то определенного, да, толчка с его стороны. Я вам хочу сказать, что вы можете ставить дизлайки сейчас, потому что расклад, да, не то, как хочется услышать, допустим, да, но я не хочу никого здесь обманывать, обещать что-то там, крым-рым и медные трубы. Я здесь говорю как есть. Меня абсолютно не волнует количество дизлайков под видео, я вам сразу скажу, меня этот вопрос абсолютно никак не трогает, я не знаю. Мне пишут, боже, у вас на дизлайке, не расстраивайтесь. Я вообще не расстраиваюсь, девчонки, правда. У меня вот осознанное мое вот это вот окружение, да, но гораздо шире, вот круг адекватных осознанных девчонок на моем канале, независимо от возрастной категории, он намного круче, лучше и бодрее, чем там, там, какие-то пары дизлайков под видео. Мы вообще не тратим больше на это время, один раз сказала и все. Королева Пентакли в мысли у него, да, вы, конечно, женщина, с которой надо уже что-то решать, надо входить в вашу жизнь. А собирается он вообще в перспективе, в перспективе хоть когда-то, да, к вам возвращаться? Он с вашей стороны ждет. Вот, я вам сразу скажу, как только, как только вы дадите знать этому мужчине, что вы его ждете, как только вы ему только скажете, но это не значит, девчонки, что вы пошли и начали сейчас печатать смс-ки, нет. Женщина должна оставаться женщиной. Давайте вы будете себя уважать, вы будете на правильном своем женском месте, а мужчина будет как мужчина. Если хочет что-то менять, пускай приходит и делает. Если не хочет, ну, извините тогда. Решайте, конечно, сами, но я не советовала бы вообще. Здесь, конечно, мужчина, который вот только хочет королеву кубков, да, вот ту вашу нежность, любовь. Знаете, это человек, который больше любит не вас, может быть, даже как-то вот, как женщину. Вот именно в этом вопросе возврата, да. Я хочу, чтобы вы понимали и внимательно слушали, да. А здесь он именно в этом подходе, он любит вашу любовь к нему. Понятно, да. То есть здесь как-то интересно так завернулось все. Но я надеюсь, что вы понимаете. Здесь мужчина, который только лишь вы проявитесь, он сразу придет. Если вы считаете нужным, проявляйтесь. Это очень редко, когда надо делать. Бывает, что надо, да. Да, если вы там чувствуете за собой какую-то вину. Но если мужчина конкретно себя неправильно вел, конечно, никуда не надо навстречу никому идти. Рыцарь кубков падает. Это мужчина, который любит вас. Он к вам хочет. Он хочет быть с вами рядом. Он хочет ваше тепло. Он хочет вашу заботу, ласку, внимание. Да, то, что вы даете ему. То, что даете ему вы, он не получает нигде больше. Он попробовал поискать другую женщину. Не получилось. И возвращается он мыслями всегда к вам. С кем бы он ни был. Как бы ни было в жизни, как бы ни складывалось, он будет сравнивать вас всегда. То есть с вами всегда будет сравнивать остальных женщин. Четверочка Пентакли за человек, который закрывает свои эмоции, закрывает свои мысли и свои, вот не показывая, да, пытается свои все в кулак вот эти чувства собрать, да, и не демонстрировать их напрочь. Я хочу вам сказать одно, что многие из вас мне пишут о том, что, конечно, если этот мужчина, он меня так любит, то почему он не проявляется? Если бы он любил, он точно бы пришел. Ну, девчонки, если вы хотите на море зимой, а живете вы на севере России, например, то как бы вы хотели или не хотели, вы туда не попадете просто вот так, просто потому что вам хочется. Для того, чтобы хотеть, это просто ничего не занимает, да, здесь в голове. А для того, чтобы делать, это уже труд, это работа. Поэтому у каждого в жизни свои обстоятельства. Это здоровье, это свою семью рушить, надо разбить какое-то прошлое. Не каждый человек на это пойдет, да, поэтому это надо тоже понимать. Дальше хочу сказать вам, что на дне колоды император. Мужчина чувствует себя императором, он чувствует, что все-таки какая-то, да, была упущенность с вашей стороны. Он еще чувствует, что вы немножечко тоже могли бы прийти навстречу. Есть и с вашей стороны и холодность тоже здесь, да, и он понимает, что здесь ему тоже надо держать рамки, да, какие-то и корону. Но я вам скажу, что корону его вы подвинули уже достаточно сильно. И здесь мужчина с императора этого, да, сейчас он максимум рыцарь и паж, да, то есть две таких карты падают. То есть вы сейчас на самом деле гораздо в ценности для этого мужчины, в высокой ценности, да. Я хочу посмотреть, какого рода действия могли бы быть с его стороны. Если он все-таки пожалует, то что это за действия будут. Девчонки, пока не будет действовать, я вам точно говорю. Первые вот несколько месяцев не ждите. Здесь у большинства вот будет так. Здесь падает верховная жрица. Это женщина, о которой он будет тайно мечтать, он будет вас тайно любить. Здесь идет умеренность. Это не движение. Умеренность это переливание из пустого в порожнее. Это тоже самый сосуд, да, одна и та же водичка будет переливаться, да. То есть я хочу, чтобы вы понимали, здесь я не вижу четких конкретных действий. Не вижу. Карта смерти. Мужчина разбит, он в депрессии. Еще ближайшие полгода будет находиться. Это точно. Тут человек раненый. Не важно, сколько вы там, как давно вы расстались, хоть 20 лет назад. Это вообще как бы... То есть если вы любите, да, вы там мне писали комментарии, что ой, я что-то сомневаюсь, что он там любит. Но вы же любите, вы же ходите на расклады, вы же думаете, да, об этом человеке. Вот точно так же и он думает. И вы не думаете, что если вы сидите и вспоминаете его вот просто ни с того и ни с сего, то это вот просто так происходит. Человек думает о вас точно так же, да. Поэтому у вас такая связь, и вы не понимаете, что иногда происходит. Вот это и есть, это кармическая связь между вами. Еще что может быть с его стороны? Вообще ничего, что ли, не будет. Но здесь вот вы его как послали, знаете, это такой, могу копать, могу не копать. Это называется, меня послали, а я пошел. И сижу. Назад позовут, и я опять пойду назад. То есть тут такой товарищ, вот, четко исполнительный, да, ему надо точно говорить в лоб. Хочу быть с тобой, будет с тобой. Не будешь говорить, не будет с тобой, да. Вот такой вот мужчина. Хотя он надеется на этот пентакль. Он надеется, что вы дадите ему шанс. Хочу карт просто ради вот интереса спросить для вас. Стоит ли вообще вам какой-то вот сигнальчик ему подавать? Стоит ли ему что-то, подать какой-то знак? Если любите, подайте знак. Если хотите отношения восстановить, подайте знак. Ну, это должен знак быть очень косвенный. То есть, либо выложить новые фотографии, какие-то свежие, красивые в социальных сетях. Либо как-то просто, я не знаю, лайк где-то поставить и все, и ничего не делать. То есть здесь, конечно, повешенный. Тут в большинстве советуют поменьше, конечно, делать, да. И здесь немножко как бы у многих судьба сведет вас. Здесь немного такой намек на то, что судьба вас сведет еще не раз. Здесь чувство с обоих сторон. Карта башня, конечно, опять показывает, что очень болезненное было расставание для вас обеих. Не только для вас. Если показывает, что у него все хорошо и регистрируется на сайтах знакомств на следующий день, поверьте. Мужчина тут действительно любит и хочет просто, скорее всего, сделать вам больно. Вот такой вот у нас раскладик получился. Очень интересный мой взгляд, да. Пока не будет мужчина действовать, пока наблюдает, думает, оценивает, да. А дальше будем смотреть. Приходите на мои расклады и мы с вами увидимся в следующем видео. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok